Привет! Во вселенной SCP, набитой доверху злодеями цинизмом и сарказмом, есть добрый дух Панглас, который, например, отметился в Дейлпорте, ссылка на которую я оставлю в описании. Также он связан с некоторыми другими SCP, в том числе и с тем, что будет в конце этого видео. Панглас это хоть и незаметный, но очень интересный персонаж. На самом деле он очень подходит вселенной SCP, несмотря на то, что выходит далеко за её пределы. У него очень долгая и богатая история. Впервые Панглас появляется в романе Вольтера, французского философа и писателя в 1759 году, в романе «Кандит и оптимизм». Вольтер тогда пытался просветить и научить гуманизму короля Пруссии Фридриха Великого, но это ему не удалось. Фридрих был одним из тех, кто начал семилетнюю войну, которая была такой же кровавой, какой и бессмысленной. Вольтер разочаровался в мире и в людях и написал циничный и саркастичный роман. Панглас в нём – это философ, который исповедовал оптимизм в самой его радикальной форме. Он учил главного героя Кандида своему нехитрому учению. Наставник Панглас был Оракул Дома, и маленький Кандид слушал его уроки совсем чистосердечием своего возраста и характера. Панглас преподавал метафизикой теолога-космолога гониологию. Он замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины, и что в этом лучшем из возможных из миров замок владительного барона – прекраснейший из возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. Доказано, говорил он, что всё таково, каким должно быть. Так как всё создано сообразно цели, то всё необходимо и создано для наилучшей цели. Вот заметьте, носы созданы для очков, потому мы носим очки. Ноги, очевидно, предназначены для того, чтобы их обувать. Вот мы их и обуваем. Камни были сотворены для того, чтобы их тесать и строить из них замки. Вот Монсеньор и владеет прекраснейшим замком. У знатнейшего барона всего края должно быть наилучшее жилище. Свиньи созданы, чтобы их ели. Мы едим свинину круглый год. Следовательно, те, которые утверждают, что всё хорошо, говорят глупость. Нужно говорить, что всё к лучшему. Сам роман следует за приключениями Кандида, который сначала живёт в замке в роскоши и богатстве, и учится у Пангласа. Но затем его выгоняют из замка за то, что он клеился к баронессе Кунигунде. Выгоняет его местный барон. Роман радует нас цинизмом и злым юмором, чем-то похожим на тот, что есть в SCP-вселенной. Из-за этого роман, кстати, был долгое время запрещён. Кроме того, произведение буквально состоит из модного нынче сарказма. И от этого читается суперлегко. Пушки уложили сначала около 6 тысяч человек с каждой стороны. Потом оружейная перестрелка избавила лучшие из миров не то от 9, не то от 10 тысяч бездельников, осквернявших его поверхность. Штык также был достаточной причиной смерти нескольких тысяч человек. Общее число достигало 30 тысяч душ. Кандид, дрожа от страха, как истинный философ, усердно прятался во время этой героической бойни. Панглас и Кандид, веря в то, что всё к лучшему, вместе переживают семилетнюю войну, сифилис, который Панглас подхватил от местных красавиц, нищету, тонут на корабле и спасаются в Лиссабонском землетрясении. Хотя последствия землетрясения Панглас не переживает. Вернее, власти Лиссабона после бедствия устраивают популярное в средние века развлечение Ауту Дайфи, в ходе которого люди слушали выступления проповедников, участвовали в театрализованных действиях и сжигали еретиков. Когда я говорю развлечения, я не иронизирую. Люди действительно собирались толпами, чтобы поглазеть на горящих людей. Такой вот был народец тогда в Европе. Во время одного из таких представлений Пангласа повесили, одев его в костюм с драконами и демонами для атмосферности. Кандид в ходе этого действия был выпорот, однако выживает. Дальше по сюжету он встречает свою любовь, которую считал убитой. Во время взятия замка солдат изнасиловал Куни Гунду и вспорол ей живот, но она выжила и ее продали в рабство. Кандид спасает ее от ее хозяев и вместе они отправляются в путешествие по всей тогдашней Европе. Всюду вспоминаю учение Пангласа. Благодаря своему радикальному оптимизму, энергичности и устремленности, Кандид забирается аж в Америку, где попадает в страну Эльдорадо. Эльдорадо это вымышленная страна, которую искали испанцы, веря, что в ней горы золота, фонтаны вечной молодости и прочие аномальные объекты, дающие богатство и счастье. Там Кандид встречает 170-летнего старца, который живет в золотом доме. Он рассказывает, что у них в государстве построено идеальное общество. Золото и драгоценных камней у них как грязи, да и само золото считается чем-то вроде грязи. Старец очень удивляется, когда Кандид набивает этой грязью мешки. Но обычно жадные европейцы не могут попасть в их страну, а Кандид понимает, что смог это сделать только благодаря учению Пангласа. Затем король этой страны сооружает машину, которая позволяет покинуть герою Эльдорадо. В рассказе говорится, что эту машину строили 3000 ученых две недели. Так что, видимо, не только попасть в Эльдорадо сложно, но и покинуть его. После перемещения на этой машине домой, Кандид встречает самого Пангласа. Герой удивляется тому, что Панглас жив. Но Панглас рассказывает, что повесили его плохо, некачественно его повесили. А когда его труп начали резать, он то ли оказался жив, то ли ожил. Роман заканчивается речью Пангласа, которую он говорит герою. Все события неразрывно связаны в лучшем из возможных миров. Если бы вы не были изгнаны из прекрасного замка, здоровым пинком под зад за любовь к Кунигунде, если бы не были взяты Инквизицией, если бы не обошли пешком всю Америку, если бы не проткнули шпагой барона, если бы не потеряли всех ваших баранов из славной страны Эльдорадо, не есть бы вам сейчас ни лимонной корки в сахаре, ни фисташек. Это вы хорошо сказали, отвечал Кандид, но надо возделывать свой сад. Из этого философского романа родилась идея Пангласианизма, о том, что на самом деле, как бы ты ни жил, у тебя все хорошо. Даже если тебе кажется, что ты живешь в циничном, убогом, злобном мире, тебя окружают полные идиоты. Просто думай, что все к лучшему, и возделывай свой сад. То есть занимайся своим любимым делом, и рано или поздно ты попадешь в Эльдорадо, где золото, как грязи, и твои желания исполняются. Кстати, в современном английском есть слово «пангласианский», что означает «неумеренный оптимизм». В следующий раз Панглас появляется уже в 19 веке в США в комедии «The Hair at Law». Наследник по закону, написанный в 1797 году, игравшийся в театрах США весь 19 век. В нем Панглас пытается обучать крайне тупого торговца уму-разуму, впадая в самые смешные ситуации. Дух Пангласа и его учения жил в этих комедиях сотню лет. Ну а теперь Панглас – это персонаж нашей любимой вселенной SCP. Добрый дух, что появляется тут-то там, чтобы помогать людям во вселенной, доверху набитой монстрами, злодеями и опасными аномалиями. SCP-1612, огни Пангласа, объект номер SCP-1612, класс объекта безопасный, особые условия содержания. Живые особи SCP-1612 должны быть высажены в земле в питомнике 18-й биологической зоны 13. Климат и почва питомника 18 следует поддерживать в условиях, характерных для областей, в которых встречаются экземпляры SCP-1612. Например, для альпийских лугов горы Казбек, Грузия. Экземпляры SCP-1612 следует поливать несколько раз в день. Сотрудники, входящие в питомник 18, должны быть одеты в комбинезону для предотвращения незначительных травм, которые может причинить SCP-1612-1. Все семена сверх того количества, которые требуются для поддержания популяции SCP-1612, на требуемом уровне должны храниться в биосейфах в складском крыле биологической зоны 13, запечатанными в четырехслойные пластиковые конверты, при температуре в минус 18 по Цельсию. Мобильная оперативная группа P3 «Зевсовые пожарники» занимается поиском не содержащихся экземпляров SCP-1612 и доставкой их в биологическую зону 13. Описание. SCP-1612 представляет собой ранее неизвестную разновидность растения глиссин макс – соя. Экземпляры SCP-1612 постоянно выделяют летучие самовоспламеняющиеся масла из центральной и периферической зон своей верхушечной мористемы. В результате возникает, как правило, небольшое и поддающееся контролю пламя – SCP-1612-1. Хотя случающееся время от времени вспышки ранее приводили к ожогам первой степени у сотрудников питомников. Источник дополнительной массы, которую SCP-1612 использует для производства масла, до сих пор не установлен. Эксперименты показали, что SCP-1612-1 крайне трудно погасить. Для предотвращения сгорания секретического масла требуется понижение содержания кислорода до 3%. Древесина прекращает гореть при понижении концентрации кислорода до 17%. Также обнаружено, что SCP-1612-1 устойчив к тушению водой. При погружении SCP-1612 в воду, SCP-1612-1 продолжает гореть в течение нескольких секунд. И снова разгорается, когда SCP-1612 возвращает в стандартные условия. Регулярный полив SCP-1612 ведет к снижению активности SCP-1612-1. SCP-1612 был первоначально обнаружен у подножия горы Казбек, Грузия. 42 градуса 40 минут северной широты, 44 градуса 35 минут восточной долготы. С того момента заросли SCP-1612 были обнаружены во многих местах на всех семи континентах. Причем каждая колония насчитывает от 20 до 100 экземпляров. Крупнейшие заросли были обнаружены в Великой рифтовой долине в Кении, а также в бассейне реки Инд. Приложение SCP-1612-1. Следующая записка была обнаружена во всех найденных зарослях SCP-1612. Не дайте огню погаснуть. Панглас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok